Большой привет из Ермола, друзья! Мы с вами приехали на квартирник с примеркой. Ну что, смотрите, прямо вот с самого... Как заходим, сразу посмотрите, что мы видим. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, Ира. Все знакомые лица. Я приехала к самому началу, потому что у меня немного времени. Сейчас вам поснимаю, пока людей немного, потому что потом будет очень-очень много людей. Еще, видите, даже некоторые мастера раскладывают свои изделия. Палантины. Палантины, конечно, меня очень впечатлили в прошлый раз. Так, Ирина, что в этот раз привезли? Если в прошлый раз мы показывали шали, то в этот раз я хочу показать французские косынки. Вы прошлый раз показывали, а в этот раз на вас другая. Другая? Да, очень красивая. Я не показывала, как их использовать. Это три варианта. Да, вы прошлый раз показывали вот так. Строгий галстук. Можно еще и на голову. Смотрите, как Ира красива на голову. Ира, подождите. И это тоже непосредственно. Ой, вы знаете, это 20-е годы. Помните? Это на вечеринку Гэтсбер. Да-да. Так, и давайте вот так покажем слуху. И так, и так. Ой, бантика? Французская косынка. Косынка – это настроение. Да. Супер. Анатолий был в прошлый раз. Тоже я вам показывала его работу. Помните? Смотрите в этот раз, как красиво прожено. Посмотрите, как красиво. Тут еще картины. Очень нормально. Очень красиво. Это было из бронзы. Я сейчас снимаю, здесь очень красиво. Просто супер. Смотрите. Ни два не было. Я сегодня первый раз участвую. Первый раз. Новичок. Новичок. Как вас зовут? Надежда меня зовут. Надежда. Надежда, очень приятно. Давайте посмотрим, что у вас красивое. Я работаю по шелку. Это мое хобби. Я получаю удовольствие трижды. Первый раз, когда рисую. Когда все спят, я рисую по началу. Второй раз, когда люди покупают мои вещи, значит оценили, значит нравится. Третий раз, когда вижу, что я не носил. Это вы сами расписали? Это я расписываю все руками на белом шелке. Шелк разный. То есть он весь стопроцентный, но в отношении разных. Это, например, плотный шифон. Почти непрозрачный. Этот совсем такой тоненький. Вот кринкл шифон, который так собран. Вот это крепдешин. Но это все стопроцентный шелк. Это тоже плотный шифон. Слушайте, как здорово. Вы просто молодец. Сами расписываете. Вот, например, тукласть. Оно такое очень, как говорится, богатое, дорогое. Это я говорю, не имею в виду. Дорого-богато, да? Дорого-богато невесте на второй день после свадьбы одеть. Оно трехслойное. И все шелк. То есть там внизу подкладка шелковая. Основа розовая, однотонная. Это атлас шелковый. И сверху прозрачный. Вот на чем сделан рисунок луками. Это шифон шелковый. И там сзади тоже есть рисунок. То есть впереди и сзади. И еще шарфик на сумочку, на руку. Обалдеть. Друзья, вы только посмотрите. Какие все-таки у нас в Латвии мастера инструменты. Вы просто сутки. Посмотрите, друзья, картина. Платок, Надежда. Платок. Он квадрат 120 на 120. То есть если кто-то хочет купить, я могу его снять. До завтра, обметать края, будет замечательный полоток. Ну, такой хороший. Он богатый. Он когда на голове будет просто яркие, яркие пятна. Галстук. Смотрите, какой галстук. Тоже шелк. Тоже шелк. Надежда расписала сама. Под черный костюм. И подошло-то очень неяркий, но такой с изюминкой. Елена Куклина. Посмотрите, какие изделия. Какие брошечки. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, очень приятно. Меня зовут Елена. Смешки, бисер. Камешки Сваровские. Камешки Сваровские. И в данном случае камень, если на это смотреть, лазурит. Брюшка и глазки вот у нее сделаны из лазурита. Где-то используется обычное стекло. Где-то используется перламутр, вот искусственно выращенная, выращенная жемчужинка. Где-то Сваровский. Вот в данном случае мех. Меховое брюшко. Меховое брюшко. Меховое брюшко, да. Меховое брюшко. А это бабочки. Здесь камешки Сваровские и обычные кристальчики. Пайетки и бисер. Строитель квартирника очередного Ирина. Расскажите, пожалуйста, у вас очень красивое украшение. Это бисер, да? Конечно, это бисер и камень. И камень какой? Обсидан, наверное. Очень красивый. Спасибо. Влад, ну скажите что-нибудь. Вы сегодня не снимаете. Почему? Ну будем. Сейчас мы начинаем видео. Будем снимать открытие квартирника. Дальше будем фотографировать всех мастеров, их работы. Они у всех все прекрасные. Оксана, очень приятно. Меня и Лена. Да. Расскажите про свои изделия. Да, мы и вы стесняетесь, и я стесняюсь. Но у вас тоже очень интересный и из бисера. Это, ну здесь Сваровские и бисеры, Сваровские, стразовые ленты, ну, натуральные камни. Есть, вот это у вас брошки. Это брошки. Брошки. Смотрите, друзья, какая красота. Брошки. Как я люблю брошки, слушайте, не умею вносить, но очень люблю. Надо учиться мужики, которые можно собирать комплектами, да, в одной цветовой гамме. Кто-то любит сердечки, кто-то звездочки, да, сейчас это очень модно. Ой, звезды, звезды. Звезды в этом году в топе. Да, да, поэтому можно звезды везде взять сердце, да. Да, или кошачью лапку, кто любит котиков, да. Да. Котика, к сожалению, уже забрали, был тоже милый котик. Вот, ну, тоже здесь все сваровские, натуральных камней, конечно, брошки, редко используют, только под заказ, да, если просто хотел брошить натуральные камни. Ну, конечно, то, что блестит, все это смотрится. Как сороке, очень, все блестит и переливается. Да, конечно, все же. А это вязаные колье, да, вяжутся спицами, потом обрабатывается все это кличком, обшивается, в данном колье здесь, допустим, агаты, сваровские, кристальный жемчуг, есть полностью из натуральных камней, да, вот этот вот, оникс, перламутр натуральный, застежки, серебро, пугончики брендовые, все подобрано. Ну, вот, Елена Винтер, ее стенд, давайте покажем, прошлый раз показывали, тоже очень красиво, Елена сейчас занята, речь, а то немножечко освободится, нам расскажет, что в этот раз она привезла. Так, сегодня у нас ведический психолог есть, консультация ведет, но мы туда не пойдем, потому что у меня очень мало времени. Ну и пойдемте посмотрим, кто же у нас. Так, а это из янтаря. Посмотрим. Дамы и господа, минуточку внимания. Дорогие друзья, я рада сегодня приветствовать вас на нашем мероприятии «Квартирник с примеркой». Оно уже происходит 14-й раз, но в Юрмале мы впервые, и мы очень благодарны администрации прекрасного ресторана «Пегаса Пилс» за то, что нам предоставлена возможность расположиться в таком красивом месте и сделать наше мероприятие более торжественным. Прежде чем представить мастеров прикладного творчества, я представлюсь сама, я Ирина Коняшкина, организатор мероприятия «Квартирник с примеркой». Среди нас несколько мастеров, изготавливающих украшения. Очень почетный мастер, мы его очень ценим, Анатолий Назаренко, который представляет сегодня украшения из бронзы с художественной эмалью. Также почетный гость Владимир Яшкин, он работает с металлом, янтарем, у него тоже очень интересное украшение. Специально известился к нам приезжает художник, мастер по украшениям из натуральных камней. Вот вы можете видеть, очень красиво. Елена Винтерен, и также девочки, которые работают с бисером, с камнями, с утажом. Очень красивое украшение для вечера, для будней. Елена Куклина и Оксана Милованова. Впервые на нашем мероприятии участвует художник, работающий в технике батики. Это художественная роспись по шелку. Посмотрите, какая у нас красота в этой части квартирника. Также наше мероприятие превращается не только в выставку-продажу для мастеров преклонного творчества, мы своеобразный клуб женский. И нас поддерживают люди, специалисты в других областях. Это ведический астролог, психолог, нумеролог Тамара Рева, представляющая сегодня образовательный центр «Водолайф». И она дает сегодня всем желающих консультации по любым вопросам. Дорогие посетители, смело обращайтесь. Это очень интересные люди у нас сегодня. И также у нас сегодня в гостях Людмила Блинкова. Это опытный ароматерапевт, прекрасный массажист, психолог и тоже человек, который может много рассказать о здоровом образе жизни. То есть это люди достаточно компетентны в своих областях. Так же, как и мастера, которые работают и занимаются творчеством уже много лет. Это тоже очень необходимый атрибут летний. Ощутить, предлагаю всем примерить, так же, как и украшения, и шелковые шали. Ощутить нежность их на своих, так сказать, в руках. Потому что это необходимые атрибуты для прибалтийского лета, для вечеров. Это то, что можно положить в сумочку и прекрасно украсить любую женщину. Елене не пробиться. Ну, покажем, что Елена в этот раз привезла. Это жилетка. Трансформер. Жилет-трансформер. Тоже сделанный на шелке. На шелке. Да. Так, давайте, может быть, вот так будет получше видно. Покажем. Один вариант. Так, это один вариант. Это второй вариант. Закололи брошечкой. Да. О, еще пояс. Покажем, что еще не... Наверняка есть какие-то свои любимые ситуации. Да, конечно. Но есть, честно, не везде. Супер. Смотрите, как интересно. Ну, посмотрите, как красиво. Вот, правда, жилет-трансформер. Ну, это не все. Это первый вариант. Это первый? Да. Сколько же их будет? Да. У нас девочки не считали шесть. Сначала вы одевали не яркую сторону. Эту сторону чуть поярче. Да. Фактически то же самое. Только думай-то не нужно. Потом вы решили, что вам надо сделать из этого жилета в леру. Ну, вы посмотрите, сколько вариантов. Причем великолепно и на джинсе, и на платье, и на елочку. Очень универсально. Вот вы опять закалываете. Дрожку. Заворачивается этот шайф. Этот воротник и шайф не завязывает. А потом вы одели пальто. И вам хочется, чтобы спина была закрыта, но подул ветер. Да. И вы эту штуку используете. Обалдеть. Смотрите. Ну, просто браво. Потом вы устали от накидки. И решили это носить как шайф. Тоже нет проблем. Завязывайте. Украшайте себе на брошку, или чтобы держалась, чтобы не были спокойны. И еще один вариант, который полюбился клиентам. Они носят у него вообще просто. Очень удобно. Держать бокал шампанского. Да-да-да, шампанского. Сумочку. Говорить на телекзор. Вот прибывает. У нас камень. И в центре у нас имитация березы. Его еще называют каулит. Очень жизнерадостно. Очень зажигательно. Это для моря, для юга, для нашего прибалтийского пляжа. Это просто великолепно. Смотрите, еще меряют. Жилетка. Тоже. Очень красиво. По краю идет. Что там по краю идет у нас? Кружево, кружево, итальянское кружево. Итальянское кружево. Супер. В данный момент, по-настоящему. Надежда. К моему наряду, собственно, наручно сделано. Вот коллегия Анатолия. Смотрите, как подходит и как... Очень необычное Анатолия, правда, украшение. И сумочка. И эта жилетка. Смотрите, какая красивая. Как она сделана. Мы замечательно себя чувствуем в новом помещении. В новом формате. Мы находимся в ресторане Pegasus Bills. Здесь интерьер выполнен из некой стилы. Очень красивый. И мероприятие выглядит очень торжественно. Кроме интерьера, это еще красивая вещь, но просто великолепно. Очень красивая вещь. Очень прекрасная вещь. В этот раз как-то... Очень торжественно. Очень красивая вещь. И мы все-таки постарались быть нарядными. Сегодня, чтобы действительно это был праздник. Хотя каждый квартирник для нас праздник. Потому что это встреча. Мы встречаемся с друзьями. Мы делимся опытом. Мы обмениваемся идеями. Конечно, каждая встреча, она приятная. А сейчас она вдвойне будет. Можете фотографировать? Конечно. Я вам в гости. Как вы, во-первых, делаете нам подарок. Хорошо. Да? Потому что мастеру всегда могу приятно видеть свое детище. Прошлый раз было очень интересно. В этот раз тоже в Йормале. Смотрите, какая обстановка. Маленькая звездочка. Вот тоже. Маленькое сердечко веселенькое. Такое разноцветное. Да. Чтобы девочки с детства привыкали носить украшения. Можно? Мы репортим все это в платье. Красивый цвет. Красивый цвет. Красивый цвет. Красивый цвет. Очень красивый цвет. Сочетается со всеми. И очень необычно. Да. Из брючки может сочетаться. Очень такая, ну на самом деле дизайнерская вещь. Спасибо. Спасибо. Елена вся в заботах. Ну такая красота. Я же знаете, как-то поможет у меня с таким восторгом. На воскресенье смотреть. Давай, Соня, не добраться. Не добраться. Вот они ждут меня опять. Мне надо возвращаться. Здравствуйте. 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 Скажите, как вас зовут? Меня зовут Ирина. Ирина. Вы, как сказала Ирина, строитель постоянный. Ну стараюсь, стараюсь. Стараетесь на каждый квартирник. Как получается. А чем вас привлекает квартирник? Ну здесь индивидуальные вещи. Можно подобрать под свой характер, под свою харизму. Вот это все-таки не ширпотреб. Это все-таки в индивидуальном, ну, виде сделано. А сегодня что-то есть на вас? Я еще не определилась. Нет-нет, я имею в виду, что вы в прошлый раз прямой покупали. Есть на вас сейчас что-то? Берет. Берет. Так, берет. Это кто у нас делал берет? Это Ирина. Ирина. Супер. Очень красиво. Вот. И Елена. Вот у меня такой вот сорт. Да, Елена была, ее в этот раз нету. Почему? Елена Винтер. Просто была Елена в прошлый раз. Агина. Агина, да. Давайте покажем красоту. Красота. Елена Винтер. Да. И вот у меня еще сережечки есть такие. Ну, я так разбавляю иногда. Вот. И вот произошла такая у меня неудача. Я зацепила. И клянусь, сама виновата сломала. И мне Леночка все отремонтировала. Сказала, что приноси еще. Что все на гарантийном обслуживании. Все очень приятно. Так, нам сейчас очень красивую жилетку померяют. Тутен. Очень необычно. Покажите. Покажите. Клянусь. Ну, ну, а, я ничего не знаю. Покажите. Молодцы. Ну, я сломала. Это не figured. Все это, что нам удалось. Это, что я там. Так, он вообще так печально. Да. Ну, да. Ну, мне единственный шаг, кто мне подходит, это, чем ма. везде идут примерки идет общение Влад фотографирует давайте что-нибудь еще как это должно быть кота надеваем кота это же квартирник с примеркой это у нас будет мастер-класс по завязыванию шарфиков красиво очередной мастер-класс по завязыванию шарфика уникальная работа тоже это череп для бронзии наконец Елена освободилась и покажет наверное Елен покажите что вас в этот раз привезли на квартирник привезла много что но разные камни как всегда ларимар доминиканский доминиканский в серебре очень красивый компет очень шикарная вещь это нежный такой я сверху снимаю и она предлагает мне проснулась конечно камень извините поэтому какой Елена ощутила вашу я вам рекомендую гранат вот как ни странно так вот я хотела показать ваше очень красивое украшение да пожалуйста очень красиво прям вот как увидела я рассказываю это металл ну здесь значит вот здесь натуральный речной жемчуг и лабрадорит это калия оно имеет оно не только красиво скажем так оно оно имеет защитный эффект защитный фокус потому что лабрадор лабрадорит сам камень он защищает от негативной энергии да скажем если лабрадорит шикарный лабрадорит шикарный камш лабрадор очень красиво он смотрится он и смотрится и интересные свойства Евгения Евгения надела очень красивая блузка от надежды мастера Влад не мешаю вам как вы себя чувствуете в ней прекрасно летом для сегодняшней погоды очень красиво все все было сейчас еще раз поиграю будет замечательно спасибо 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 большое за просмотр спасибо за комментарии и пока пока спасибо и